Доброе утро! На календаре понедельник, 12 октября. Сегодня в нашей стране отмечают День кадрового работника, поэтому мы с удовольствием поздравляем всех, для кого это праздник профессиональный. И плавненько переходим к нашему утреннему выпуску. Мы сегодня пойдем в Люмин на очередную премьеру. Что же мы за люди-то такие? Мы из России уехали, а она из нас нет. Получим порцию полезной информации от нашего счетовода. Добежал до жившего неподалеку друга, чтобы хотя бы по радио услышать свою тачанку. Выясним, что же необычного произошло в мире к этому часу. Заграничные издания подчеркивают уникальность того факта, что 12-летний ребенок понимает процесс ядерного синтеза. Отправимся в очередное путешествие вместе с Алисой Первушкиной и ее детьми. Ну, мне очень все понравилось. Ну, стоит сюда приехать? Да. Узнаем, какие гаджеты придумали для братьев наших меньших. Специальная варежка для вычесывания шерсти у питомцев. Удивимся, а вернее умилимся, глядя на очаровательного щенка. Но начнем это утро с рубрики «Словарь». Все, внимание на экран. Что такое хайлайтер? Мозгами пошевелили, размялись немножечко. Теперь время зарядиться положительными эмоциями. Так что смотрим рубрику для настроения. Сейчас для нее самое время. Интересно, что туда закатилось? Мячик или кусочек колбаски? И кто же первый его достанет? Жаль, не узнаем конца этой истории. Но мы болеем за котейку. А прямо сейчас я предлагаю прогуляться до кинотеатра «Люмин». Благо у нас, зареченцев, есть уникальная возможность. Пешочком, не торопясь, всей семьей сходить, посмотреть фильм, поесть попкорн и выпить лимонады, а потом еще и погулять, пока погода хорошая. А что посмотреть в кино? Узнаем из рубрики «В кинозале». Не забудьте про вопрос нашей викторины. «В кинозале» Доброе утро! Мы в кинотеатре «Люмин» и сегодня познакомимся с отечественной картиной с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Вашему вниманию фильм «Гудбай, Америка». Можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским. Это девиз, основной лозунг фильма «Гудбай, Америка». Его сюжетная линия условно разделена на несколько направлений, которые переплетены одной красной нитью, и это делает картину цельной. Создатели показывают нам сразу несколько человеческих судеб, чтобы представить объемную иллюстрацию того, как живет, с чем сталкивается наш человек, когда отправляется за границу в поисках лучшей жизни. Виктор Сергеевич приезжает в Штаты погостить у дочери и с ужасом обнаруживает, что его внук Пол, хоть и говорит по-русски, но не понимает простых вещей, знакомых и понятных каждому российскому мальчишке. Неунывающий Армен пытается всеми правдами и неправдами закрепиться в США и постепенно постигает прелесть эффективного брака. Не так давно переехавший в Америку Игорь всячески старается откреститься от своего русского прошлого. Он даже называет себя Джейсоном, да и вообще стыдится своего происхождения. Я уже несколько раз твоим родителям говорил, моя фамилия Ньюман, понял? Нет, ты Ньюмана еще не заслужил, ты Новиков. Можно сказать, что всех этих персонажей объединяет авантюрист Григорий, которого в фильме исполняет Дмитрий Нагиев. Он помогает соотечественникам, оказавшимся на чужбине, то с документами, то с другими проблемами, старается не отказывать никому. Мне срочно нужно улететь в Россию. Что за сперк? И вроде бы у него все хорошо, но и он тоскует по родным краям. Знаешь, что слово тоска только в русском языке? У них есть грусть, печаль, а тоска только наша. Сюжет «Гудбай Америка» отчасти основан на рассказах реальных людей, которые уехали за рубеж в поисках лучшей жизни. Кстати, именно поэтому первое название у фильма – «Родина». По жанру перед нами и драма, и комедия одновременно. Да, так бывает. Каждая человеческая история имеет в себе и долю иронии, и комедии, и легкой драмы. Это и есть настоящая жизнь. Поэтому «Гудбай Америка» – фильм, который на самом деле гораздо глубже, нежели может показаться на первый взгляд. Что же мы за люди-то такие? Мы из России уехали, а она из нас нет. Фильм вышел в прокат 8 октября, так что вы уже можете посмотреть его в «Люмине». Ну, а чтобы выиграть пару бесплатных пригласительных, как обычно, нужно ответить на вопрос, где происходили съемки картины. Ваши ответы принимаются сегодня с 9.30 до 10 часов по телефону 60 67 74. Всем удачи и приятного просмотра в «Люмине». Спонсоры рубрики «Кинотеатр «Люмин»» Торговый центр «Универмаг», 4 этаж. По народному календарю сегодня Феофан Милостивый. Обычно в этот день на землю возвращалось тепло. Преподобный нас своим кафтаном укрывает, говорили люди. Ночью выходили смотреть на звезды. Если в небе их было много и светили они ярко, ждали сухой осени. Еще больше интересной информации ждет нас в рубрике «Щитовод». И она в эфире уже через несколько секунд. Здравствуйте! Решила я вам в канун мужского праздника рассказать о военной песне, которую, наверное, знают всем. По крайней мере, представители старшего поколения точно. Это «Тачанка». Начну издалека. В 1919 году Красная Армия выбила белогвардейцев из Харькова. По улицам города победным маршем прошли военные части. Среди мирных жителей наблюдал за ними и 14-летний Миша Рудерман. Тогда он впервые увидел конницу. Врезались ему в память и лихие «Тачанки». 15-летний паренек устроился в только что открывшийся журнал «Красный курсант». Писал статьи. Там же было опубликовано его первое стихотворение. Вскоре стало ясно, что Михаил Рудерман нашел свое призвание. Он стал поэтом. А в 1937 году страна готовилась достойно отметить 20-летие советской власти. Объявили всесоюзный конкурс на лучшую песню о революции. Тогда-то Михаил Исакович и вспомнил свои детские впечатления. В родных местах на Полтавщине он создал свою «Тачанку». Стихотворения среди других конкурсных работ опубликовали в газете «Правда». Многие композиторы, вдохновившись яркими строчками, написали к ним свою музыку. Но ни один из предложенных вариантов не понравился конкурсной комиссии. Среди победителей «Тачанки» не было. Но однажды стихотворение случайно попалось на глаза Константину Яковлевичу Листову. Он сам 18-летним пареньком участвовал в гражданской войне. Запомнился ему один эпизод. Вот как композитор о нем рассказывал. Вдали горел окруженный белогвардейцами хутор. Казалось, вырваться из него было невозможно. Но вдруг послышалась пулеметная очередь. И прямо на позиции белых вылетела «Тачанка». В вихре мчалась она постепи. Вдогонку ей сыпал град пуль. А в ответ поливал врага пулеметным огнем, приникший к стволу Максима светловолосый пулеметчик. Он весь был изрешечен пулями, но прорвался к своим. Смертельно раненый лежал он, обняв ствол своего пулемета. И таким торжествующим и счастливым был его взгляд. Довез, добрался. Прочитав «Тачанку», Листов сразу представил себе этого паренька. И музыка полилась сама собой. Композитор отнес песню в краснознаменный ансамбль Александра Александрова. Александр Васильевич ее послушал и сказал, «Будем петь ее не меньше пяти лет. Ее запоют все». И не ошибся. Самое смешное, что на примеру песни композитор не попал. Он не взял билет в Московскую консерваторию, откуда концерт транслировался по радио 18 декабря 1937 года. Думал, его и так пропустят, он же автор. Но у входа в консерваторию его ждала толпа людей, которым не хватило билетов. Прорваться внутрь Листов не смог. Добежал до жившего неподалеку друга, чтобы хотя бы по радио услышать свою «Тачанку». К счастью, ансамблю пришлось исполнить ее несколько раз на бис. Так что Константин Яковлевич успел. Михаилу Рудерману повезло больше. Он был в зале и своими глазами видел успех в песне, которая вскоре суждена была стать одной из самых популярных на долгие-долгие годы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Прорывные достижения Института технической физики и автоматизации. Прибор для обнаружения вирусов в воздухе создали ученые МИФИ. Первый блок вентиляторных градирин возведен на Ростовской АЭС. Смотрите в среду в 20.00. Спортивная скакалка Роуп Скиппинг теперь и в Заречном. 18 различных дисциплин, тысячи разных трюков. Молодежная общественная организация «Спорт и фитнес» совместно с Федерацией Роуп Скиппинга объявляют набор на занятия абсолютно бесплатно. Прокачай координацию и приведи мышцы в тонус. Телефон 2508-71. Квартира комфорт-класса от надежного застройщика. Цена за квадратный метр от 38 тысяч рублей. Звони. Подробности по телефону 231-001. Модные бренды стремятся поразить общественность оригинальными новинками. Одной из таких стало творение дизайнера Живанши. На парижской неделе моды, проходившей в цифровом формате, он показал то, что должно стать очень популярным в будущей весной. А именно, теплые трехпалые носки, которые носятся с сандалями. Кто-то оценил тренд, но большинство все же покатилось со смеху, ведь нога в таком носке очень напоминает лапу мультяшного пса Скуби-Ду. Что еще необычного произошло в мире к этому часу, узнаем из бредовостей. Доброе утро, в эфире бредовости, и вот о чем я вам расскажу сегодня. Домашний ядерный реактор. Маленькие овечьи радости. А счастье было так близко. Теперь об этом более подробно. Двенадцатилетний житель Теннесси Джексон Освальд самостоятельно собрал функционирующий ядерный реактор. В результате школьник попал в книгу рекордов Гиннеса, как самый молодой человек, способный на такое. Вдохновил мальчика предыдущий рекордсмен в этой области Тейлор Уилсон, построивший термоядерный реактор в 14 лет. Работа заняла у Джексона 2 года. Несмотря на сложность, все операции он выполнял самостоятельно. Заграничные издания подчеркивают уникальность того факта, что 12-летний ребенок понимает процесс ядерного синтеза. Если вы думаете, что прыгать на батутах любят только дети, ошибаетесь. Животные тоже не прочь поразвлечься. Овца по кличке Бамми живет в Нидерландах. Прогуливаясь по детской площадке, она неожиданно для себя обнаружила батут. Когда животное наступило на пружинящую поверхность, пришло в полный восторг. Батут так понравился Бамме, что она не отказала себе в удовольствии, как следует попрыгать. Момент, когда мужчина делает предложение руки и сердца, должен быть самым романтичным. Таким, чтобы о нем с трепетом вспоминать долгие годы. Но у этой парочки что-то пошло не так. Жених подобрался к причаленной лодке, в которой находилась его пассия, и задал животрепещущий вопрос. Похоже, дама так распереживалась, что случайно запустила судно. В итоге невеста упала, заодно успела ударить жениха по лицу, после и тот тоже плюхнулся в воду. Да, такое точно не забудешь. И это все бредовости на сегодня. Следующую подборку ждите завтра, а прямо сейчас в эфире нашего канала Гороскоп. АВЕН Вы сможете изменить мир вокруг себя. Особенно удача улыбнется тем, кто занимается ремонтом или подбором гардероба. ТЕЛЕЦ Благоприятный период для профессионального роста. У вас столько энергии и энтузиазма, что окружающим просто не угнаться. БЛИЗНЕЦЫ Вы способны решить проблемы, которые до этого ставили вас в тупик. Только не посвящайте все время работе. Подумайте о личном. РАК Вы окажетесь объектом повышенного внимания. Не позволяйте излишней скромности помешать извлечь из этого выгоду. ЛЕВ Возрастет ваш авторитет. Окружающие будут готовы слушать советы. Главное, не взваливайте на свои плечи чужие проблемы. ДЕВА Вы ощутите прилив сил. Для работы это хорошо, а вот дома лучше убрать начальственные нотки. ВЕСЫ Успех придет, но для этого потребуется терпение. Постарайтесь проявить все свои лучшие деловые качества. СКОРПИОН Жизнь налаживается. Успехи в профессиональной деятельности и солидная прибыль порадуют вас. СТРЕЛЕЦ СКОРПИОН 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 Александр Сорокин считает свою жизнь счастливой. Он не стал машинистом паровоза, но нисколько об этом не жалеет. 25 лет Александр Михайлович проработал на производственном объединении «Старт» и имеет звание ветерана труда. Сейчас рядом с ним любящая жена, заботливый сын и жизнерадостная внучка. В нынешнее время путешествия приобрели особую ценность. Если нет возможности отправиться туда самому, то всегда интересно посмотреть и послушать рассказ о путешествии тех, кому на долю выпало такое счастье. Вот и мы продолжаем смотреть за Алисой Первушкиной и ее семьей. Интересно, куда она отправится на этот раз? Кисловодск Доброе утро! Сегодня мы продолжаем путешествовать вместе с детьми и отправляемся в город под названием Кисловодск. Кисловодск – ухоженный курортный город в Ставропольском крае. Самый южный, самый благоустроенный и, конечно, самый солнечный в регионе Кавказских минеральных вод. Его популярность неизменна на протяжении полутора веков, но при этом на улицах Кисловодска нет тесноты и шума даже в разгар курортного сезона. Доброе утро, старичные! Сегодня мы вместе с родителями отправляемся в Кисловодск. Сюда из года в год приезжают туристы, чтобы отдохнуть и поправить здоровье. В самом сердце Кисловодска возвышается готическое здание «Желтого камня», напоминающее ожившую иллюстрацию из средневекового рыцарского романа – «Нарзанная галерея» – одна из самых популярных достопримечательностей города. Набрать воду здесь можно совершенно бесплатно. Правда, она не всем приходится по вкусу, поэтому лучше заранее рассказать ребенку о ее волшебных лечебных свойствах. Вода в разных бюветах по-разному влияет на организм. Подобрать подходящую именно вам поможет врач или информационные вывески. Нужно сказать, что набранная здесь минералка не хранится. Пить ее нужно сразу. Отведав Нарзана, мы отправились на прогулку в Кисловодский курортный парк. Это самый большой рукотворный парк в Европе. Он занимает тысячу гектаров от центра города до вершины гор – большое и малое седло. Мы побывали на каскадной лестнице, полюбовались колоннадой главного входа, осмотрели галереи и павильоны. А еще здесь есть долина роз. Здесь можно стать свидетелем поистине удивительной картины. На большущей территории посажено огромное количество роз разных сортов. Просто море. Большинство бутонов долины роз раскрывается в середине лета – июле-августе. Обойти огромный парк вместе с детьми непросто. Зато из кабинки канатной дороги видно все. И павильон «Стеклянная струя», и мостик «Дамский каприз», и красные камни, и кепарисовую аллею. У детей в парке сразу появились свои любимые места. Мне понравилось все. Мне понравились фонтанчики. Ну, мне в общем все понравилось. Веревшенный парк мне понравилось, как ходила я. Затейливая полоса препятствий. Что для ребенка может быть лучше? Маршруты разного уровня сложности, канаты и норовившие выскользнуть из-под ног ступеньки, по которым предстояло добраться до следующего дерева. Преодолевая разные препятствия, а в конце экстремальный спуск с ветерком принесли поистине волнующее ощущение и приличную порцию адреналина не только детям, но и мне. Ой, как прикольно! Очень! А что там вообще? Инструктаж по технике безопасности и надежная страховка придали уверенности и помогли побороть страх высоты. Еще детям понравилась горная речка на территории парка. Спросите, что в ней интересного? Ну, как же. Запускать природные кораблики в бурлящие воды, строить переправу и пробовать ее на прочность. Смотреть, как бурная речка сносит преграды на своем пути. В общем, мы еле оторвали детей, чтобы отправиться гулять дальше. Уже темнело, и на выходе из парка мы увидели Лермонтовскую площадку. Под ней обустроен грот со статуей демона, который сидит за решеткой. Зрелище впечатляющее. Сразу захотелось перечитать классику. Наша прогулка по Кисловодску продолжалась по главной туристической улице города, по курортному проспекту. Ухоженный, с разноцветными цветочными коврами на газонах. Он радует в теплое время года, которое здесь длится с мая по октябрь. Вечером гостей зазывают поющие кафе. Но есть место на курортном бульваре, где вечером нелегко найти свободное местечко. Хотя лавочек здесь очень много. Все хотят полюбоваться светомузыкальным, огненным шоу поющего фонтана. До этого я не знала, что фонтаны могут не только петь, танцевать, но и извергать пламя. Мы с детьми смотрели на это шоу как завороженные. Удивило и то, что здесь можно заказать любимую музыку, и фонтан споет ее именно для вас. Здесь много чего светится. Здесь почти весь город светится. Каждый день Кисловодска и его окрестности радовали нас новыми красивыми местами. Но о них мы расскажем в следующем выпуске. Стоп, 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 стоп! Мне кажется, тебе лошадки не хватает. Не хватает хоть голова. А пока хотим пожелать всем доброго утра и сказать. Ну, мне очень все понравилось. Ну, стоит сюда приехать? Да. Значит, вернемся сюда еще. Приезжайте в Кисловодск, нам здесь очень понравилось. Путешествуйте и сделайте это обязательно вместе с детьми. Доброе утро! Уж мы с вами и клеили, и сшили, и всяким рукоделием занимались, используя необычные гаджеты. Пришло время позаботиться о братьях наших меньших. Для них, оказывается, тоже кое-что придумывают. Впереди лайфхак. И вновь мы изучаем интересные гаджеты. Сегодня разговор пойдет о приспособлениях для домашних животных. Первое. Такая удобная переноска. И взять с собой хорошо, и в шкафу занимает мало места. Второе. Специальная варежка для вычесывания шерсти у питомцев. И третье. Маячок для собак, которые любят гулять далеко от дома. Запоминайте. Вдруг пригодится. Не курите на работе, прячьте спички от детей. И тогда не попадете в список грустных новостей. Ведь пожар не управляет, очень много силы в нем. Мы вас просто умоляем. Мы вас просто осторожней с огнем. Осторожней. Над автомобилем скором, вместе с бравым бранд-майором. Мальчим доспехами звенят. Серебром сверкают каски. Словно видите сказки. Мы выходим из огня. Мы выходим из огня. Что такое хайлайтер? Это средство декоративной косметики для создания скульптурности лица. Высветление и выделение отдельных участков, сокрытие мелких морщинок. В его состав входят светоотражающие пигменты, которые создают на коже красивые блики и словно заставляют ее светиться изнутри. Вот откуда малышу, будь то человек или щенок, понять явления и процессы, происходящие в окружающем мире. Только опытным путем. Но у маленьких процесс постижения такой забавный. Смотрите сами. Впереди вот это да. Напоминаю, на календаре 12 октября, понедельник. И совсем это неправда, что день тяжелый. Самый обыкновенный. Нет, так не пойдет. Пусть будет самый лучший день. И только с таким настроением мы должны его провести. А на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи на телеканале «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова